ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Противотанковый ракетный комплекс «Карнет». Постоянный зритель нашей программы знает про «Карнет». Мы уже рассказывали, что сегодня. Сегодня мы покажем, как проявляет себя этот комплекс в зоне проведения специальной военной операции. И второе. Новинка для нашей программы. Противотанковый ракетный комплекс «Карнет» на базе броневика «Тайфун». Как известно, мир устроен так, что достичь идеала практически невозможно. Но работу «Карнета» в зоне СВО президент назвал идеальной. «Карнеты работают идеально». Вот и мы этот фильм так и назовем. Работающий идеально. Сегодня вы увидите, как это идеальное оружие бьет леопарды, уничтожает Брэдли, замахивается на вертолет и даже готовится к боям с беспилотниками. Нижегородская область, полигон Мулина. Эти кадры военная приемка снимала зимой 23-го, когда главным управлением боевой подготовки Министерства обороны здесь проводилась тренировка небольших групп, специально созданных для борьбы с танками. Между собой офицеры называли их охотники на леопардов. Леопарды и абрамсы тогда были фанерными, и они прекрасно разлетались от выстрела даже не из «Карнетов», а из ПТРК предыдущего поколения по имени «Конкурс». Сегодня проводим занятия по стрельбе противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». После этого выпуска диванные эксперты писали в комментариях к программе «Мог стрелять по фанере вы мастера?» «В настоящий леопард попадите!» И вот попали. И не только в него. На встрече с военкорами президент объяснил, как это было. Несколько бронемашин и танк подбит был пехотой с использованием противотанковых средств, которых современных тоже не очень хватает. «Карнеты» работают идеально, их больше нужно. Но сделаем больше. Много и давно «Карнеты» выпускают в Туле. Разработчик – конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова. Автор идеи – сам Аркадий Георгиевич Шипунов, наш великий конструктор. За 25 лет в Туле было собрано более 50 тысяч таких комплексов, многие на экспорт. В списке покупателей – полтора десятка стран. Что касается наших вооруженных сил, впервые широко и много их начали применять в Сирии, но только в СВО «Карнеты» раскрыл все свои качества, поскольку реальные пользователи этого комплекса в массе своей люди закрытые. Послушайте, что говорят те, кто их готовил. Те, кто обучался, приезжают к нам. Мы с ними поддерживаем постоянную связь. У нас работает, можно сказать, горячая линия поддержки. И они делятся своими успехами, рассказывают, например, такие удивительные вещи, что вот в прошлом году был случай, когда один из наших выпускников за день поразил 50 целей. 50 целей за один день. Это звучит как фантастика, но перед нами официальный представитель специального центра подготовки конструкторского бюро приборостроения. Именно через этот центр проходят едва ли не все будущие операторы «Карнетов». Есть ученики, которые поражали цели на максимальную дальность стрельбы комплекса с использованием тепловизора штатного. 8 тысяч метров. 8 тысяч метров – это именно в СВО? Да. Попасть с 8 километров в цель, тем более ночью, забегая вперед, скажем, на такой натовский дживелин даже в теории не способен. Еще один интересный случай был, который рассказывают ученики, когда они стреляли по скоплению машин, расположенных специально в укрытии, и машины стояли одна за другой. Внимание! Вот, и они стреляли, и пробили сразу 4 машины подряд. Одним выстрелом прошла ракета. Серьезно? Да. Ну, они друг за другом стояли, и вот сзади пролетела ракета, и 4 машины были сразу поражены. Чуть позже мы покажем, как проходит подготовка таких карнетовских снайперов для работы на выносной компактной треноге, а пока более сложный, но не менее интересный вариант. В эфире военная приемка. Перед нами снова главный герой нашего выпуска противотанковый ракетный комплекс «Карнет» и следующий номер нашей программы «Карнет ЭМ». две буквы «Э» экспортный, «М» модернизированный, и самое главное – комплекс, установленный на бронеавтомобиле. В данном случае это бронеавтомобиль «Тайфун», хотя, конечно, может быть любой другой. И сначала давайте познакомим вас с человеком, одним из создателей этой концепции. Вопрос первый. Количество ракет на борту. Значит, на борту установлены две пусковые установки, на которых по четыре ракеты, готовые к пуску, и еще восемь ракет в обои укладках. То есть общий боекомплект получается 16 ракет. Экипаж? Экипаж – два человека. Механик-водитель и командир-оператор. По большому счету, пуском занимается один-единственный человек? Пуском. Совершенно верно. Заняв место командира-оператора, конструктор начинает виртуальную атаку. Сначала наводится на цель, а дальше автомат сопровождения все должен сделать сам. Это и есть режим «выстрелил и забыл». Сегодня в этом режиме мы отыгрываем самый сложный вариант атаки, когда надо уничтожить танк, оснащенный комплексом активной защиты. Производим пуск. Две ракеты в одном луче летят одна за другой. Причем две ракеты тандемных. Да, совершенно верно. То есть кумулятивные воронки будут четыре? Тоже четыре, да. Вот. Соответственно, если есть комплекс активной защиты, и он может сработать и, к примеру, сбить первую ракету, вторая ракета уже придет в незащищенный танк, потому что он не успеет среагировать, не успеет перезарядиться. Небольшое отступление в сторону. В Корнетовской ракете два боевых заряда. Первый пробивает динамическую защиту танка, второй прошивает броню. А теперь представьте, когда одна за другой полетят две такие ракеты, и в каждом будет по два заряда. На этих кадрах вы видите, как работает точно такая же автоматизированная пусковая установка, но размещенная на бронеавтомобиле «Тигр». И вот на ваших глазах «Тигр» уничтожает танк на полигоне, используя ракету с кумулятивной боевой частью. Кроме этого, в арсенале ПТРК «Корнет» есть еще один вид ракет — термоворические. Посмотрите, что происходит с домом, в который влетает такая штуковина. Термобара — страшная вещь. Самый мощный в мире удар термобары может сделать знаменитый санцепек. Он выпускает целый залп ракет по большой площади. «Корнет» в режиме залпа не работает, да ему это и не надо. Его задача — устроить небольшой, высокоточный санцепек для любой цели. Это могут быть доты, дзоты, огневая точка противника, инженерные сооружения. И, конечно же, легко и даже среднебронированная техника. Итак, давайте представим ситуацию, что только-только мы приехали на точку и начинаем развертывание. Здесь в дело вступает командир. Тумблером просто перещелкиваем и начинаем подъем пусковых установок. Сразу двух? Можно двух, можно по одной. Сейчас в зоне специальной военной операции наиболее востребованные кумулятивные или термобарические? Ну, на мой взгляд, примерно равный расход и тех, и других. Представим ситуацию, что у нас впереди танк, а кумулятивных ракет нет. Фугасный. Фугасный. Что будет? Будут повреждаться внешние наблюдательные приборы, и танк может остаться либо слепым, либо вообще выйти из строя. Либо все-таки контузия экипажа, и тоже танк будет не способен продолжать действие. Как будет работать такой тайфун в зоне СВО, можно представить по этим кадрам, выложенным на сайте Министерства обороны. Да, перед нами версия броневика с пушкой, не с корнетом. Зато здесь мы можем оценить внедорожные качества этой машины. Тяжелый броневик носится сквозь кусты без всякой дороги, но не только тайфун и тигр. Для корнета подойдет любая техника грузоподъемностью больше тонны. Кстати, в том числе и НАТОвская. Да-да, некоторые из стран НАТО приобрели для своих вооруженных сил это идеальное оружие. Но что касается нашей техники, то здесь корнет стал основой для новой боевой машины пехоты. Идея простая. Конструкторы взяли самую распространенную в России, боевую машину пехоты БМП-2, поставили на нее самый надежный и при этом эффективный противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и получился «Бережок». И хотя «Бережок» — это название боевого модуля, теперь и сами такие машины стали называть «Бережками». Но если у БМП «Корнетовских» ракет всего 4, и они на виду, то на «Тайфуне» их уже 16, и все их можно надежно спрятать, чтобы никто не догадался, какая мощь скрыта в теле этого броневика. Теперь обратная ситуация. Мы сворачиваем автоматизированную пусковую установки сразу две, и вот тут самое интересное. Такая потайная, скажем так, образно, дверь. Мы видим помимо двух главных еще одна... Это запасная, да? Это запасной боекомплект, который может с этих ложементов перезагружаться на пусковую установку и в дальнейшем, соответственно, без выхода экипажа из машины производить дальнейшие пуски ракет. Все, вот сейчас крыша закрылась, и мы по газам поехали на новую точку. Восемь основных ракет. Эти восемь ракет крепятся на специальную платформу. На ее примере сейчас мы покажем, каким испытанием подвергается каждый элемент этого противотанкового комплекса, чтобы добиться еще одного важного качества неприхотливости. Итак, внутри этого зеленого ящика, по сути, стабеля, находится автоматизированная пусковая установка, куда мы едем. Сейчас ее будут загружать в холодильную камеру и охладят. Вот он, холод. Я прошу конструктора подойти сюда. Мы каждую вот так вот морозим. Значит, пусковая установка подвергается воздействию критических температур. В части термоциклирования не каждая, а только одна из партий. А, каждая что переживает? А каждая пусковая установка переживает воздействие экстремальных температур. Мне доводилось видеть, как работает корнет в суровых условиях севера. Эти кадры были сняты на Таймыре далеко за полярным кругом. Сами видите, противотанковый комплекс работает тут прекрасно. При том, что температура на улице градусов под 30 мороза, хотя сегодня на производстве будет гораздо холоднее. Давайте возьмем с собой стакан воды. Просто для того, чтобы увидели, какая сейчас здесь температура, подливаем и видим, что это мгновенно превращается вода в лед. Вопрос. Сейчас ракета там тоже внутри пусковой установки находится? Ни в коем случае. У нас пусковая установка испытывается с габаритно-весовыми макетами. А ракета в боевом снаряжении испытывается на предприятии-изготовителе. Позже нам покажут, как точно такие же испытания проходит прицел, прибор очень тонкий. То есть все без исключения составляющие будущего противотанкового комплекса подвергаются этой экстремальной проверке. Базовый вариант комплекса и пусковая установка, и ракета, разработана и принято на вооружение еще в конце прошлого века. Поэтому все детские болезни, все болячки уже вычищены, побеждены. Ракета вообще выполнена в таком варианте, что, так сказать, ну, ее можно применять... Неприхотливая. Да, она неприхотлива. Ракету можно спокойно применять в условиях и запыленной местности, а также можно преодолевать брод, даже полностью окунуя ракету в воду. То есть, подождите, прямо с ракетой в брод? Прямо с ракетой и спусковой установкой можно преодолевать брод. Скажем, прямо в брод, с корнетом я не лазил. А что касается экспедиции на Таймыр, там наш герой больше тысячи километров прошел в санях. А это значит, что в условиях жесткого льда и плотного снега он постоянно переживал серьезную встряску, после которой и был совершен этот выстрел. В эфире «Военная приемка». Мы по-прежнему рассказываем про противотанковый ракетный комплекс «Карнет». И представьте, что это крыша некого бронеавтомобиля. Сейчас эта крыша выдвигается, и оттуда начнет подниматься автоматизированная пусковая установка. Я прошу подойти сюда конструктора, потому что теперь мы переходим к следующему блоку программы. Блок помехозащищенности. Помехозащищенность для комплекса «Карнет» — это фактически его второе имя, его визитная карточка, потому что это одно из основных его преимуществ над другими комплексами. Это комплекс, которому практически невозможно поставить ни преднамеренных, ни каких-то случайных помех на поле боя. Почему? За счет чего? Все очень просто. За счет того, что канал управления на борту ракеты обращен к позиции оператора. То есть для того, чтобы создать какую-то помеху, это нужно сделать либо вредителю, который находится у нас в целом, предателю, либо где-то между целью и между позицией, откуда производится. То есть в нормальной боевой ситуации случай практически невозможно. Помните, в начале программы мы показывали пуск ракеты противоданкового комплекса предыдущего поколения? Это конкурс. Для неспециалиста он практически ничем не отличается от Корнета. Но на кадрах замедленной съемки мы видим провода. Конкурс управляется через кабель. На первый взгляд кажется это надежнее, ведь на проводную линию помеху не наведешь. Так и есть. Но, как уверяют специалисты, Корнетовская беспроводная связь надежнее проводной конкурсовской. За счет чего, для ответа на этот вопрос, заглянем в мозг нашего героя. И снова открывается крыша нашего условного бронеавтомобиля. Сейчас выйдет автоматизированная пусковая установка. Конечно, самое главное – это ракеты. Ракеты – это важная часть, но мозг этой системы вот здесь. Конечно, мозг системы находится в прицеле приборного ведения, то есть это органы зрения. То есть все, что видит на поле боя оператор, поступает к нему на видеосмотровое устройство через этот прицел. Здесь, вот в этом блоке, два телевизионных канала и информационный канал. Это телевизионный прицел. То есть он интегрирован в единый корпус. То есть все цели в ИК-спектры наблюдаем через него. Это дальномер. А наш луч управления, лазерный он где идет? Вот здесь. То есть есть две камеры и информационный канал. Информационный канал – это тот… Это лазерный канал управления. Лазерный канал управления. С помощью которого происходит намедение ракеты. На лазерный луч методами РЭП воздействовать невозможно. Радиопомеху ему не поставишь, тут другие частоты. Вот почему сбить с курса летящую на тебя ракету Корнета практически невозможно. Чтобы на пальцах объяснить все эти сложные вещи, и главное понять, как управляется Корнет, мы снова отправляемся в зал виртуальных пусков специального центра подготовки КБП. Сейчас вместе с представителями центра подготовки специалистов мы решили провести небольшой эксперимент. Вот сейчас на подготовку сюда приехали добровольцы. Те люди, которые до этого вообще никто ни разу с Корнетом не работал, не подходил к нему, не видел его, и даже, по-моему, никто на тренажерах не занимался. Еще не верят. То есть ребята пришли с нуля, и преподаватель попробует их за короткое время обучить работе, ну, как минимум, на тренажере. Умению сделать выстрел. Начинаем. Пожалуйста. Ребята, подойдите, пожалуйста, сюда. Встаньте. Ребята – это взрослые мужики, некоторым уже под 50 лет. Их лица мы не показываем, но поверьте, по ним видно. Они многое повидали в жизни. Пусковая установка содержит треногу и вертлюк с механизмами наведения. Ваша основная работа заключается в том, чтобы, наблюдая в окуляр, найти цель. Работа оператора заключается в том, чтобы после выстрела удерживать перекрестие постоянно на цель. Независимо от того, как она двигается. Понятно? Вот почему я абсолютно уверен в успехе нашего эксперимента. Потому что я сам буквально в этом же кабинете точно такую же тренировку пережил. Я скажу, ну, минуты 3-4. Здесь очень удобные вот эти рычаги. Очень такое понятное, простое управление. И из трех выстрелов два у меня было результативно. Поэтому в том, что у парней это получится, лично для меня сомнений нет никаких. Хорошо. Есть. Вижу цель. Выстрел. Огонь. Цель. 3 километра. Цель поразить. Внимание. Выстрел. Пошла ракета. Пошла ракета. Одна ракета. Есть цель поражена. Конечно, некоторые детали мы сейчас опускаем, чтобы не занимать ими эфир. Но ведь и в самом деле за 3-4 минуты суть понять совсем несложно. Это как игра в «Тетрис». Его логика понятна сходу. Так же и тут все предельно логично. Вот перекрестье. Вот танк противника. Вот пуск. Дальше, пока ракета летит, перекрестье надо удерживать на танке. Это самое сложное. Ведь танк движется. И тем не менее, ничего сложного тут нет. Итог. Подрыв. За ним следует еще один, потом еще, и это в условиях ночи. В результате выполнения задач поражены 3 танка «Абрамс», 1 бронемашина. И 2 цели остались непораженными. То есть задача полностью не выполнена. Но для первого раза очень хорошо. Что касается «Абрамсов», «Леопардов» и «Челленджеров», это еще один обязательный пункт программы подготовки. В теории изучают слабые места натовских танков сначала с помощью специальных плакатов. Перед вами основной боевой танк Соединенных Штатов Америки «Абрамс». Его наиболее уязвимые места. Потом переходят на модели. Со стороны кажется, что взрослые дяди играют в машинки. Но если масштабировать и эти машинки, и расстояние, выясняется, что игра очень даже полезная. Хотя бы потому, что стрелять приходится по реальным движущимся целям. Я знаю, вам доводилось учить людей, которые вот-вот сразу же после занятий уходят на передовую, в самых сложных ситуациях, когда задача стоит подготовить на время. Самое быстрое. Два с половиной часа, и через два с половиной часа отправлялись выполнять уже боевые задачи. С реальной ракеты? С реальной ракеты на боевой установке. Если вам все еще кажется, что так быстро, сложную технику освоить невозможно. Вот еще один пример. Вы до нашего интервью привели интересный пример, когда один член правительства, не будем называть фамилию, пострелял из Корнета. Как это было? Не из Корнета, а из Метиса. Из Метиса. Пострелял из Метиса, подготовка на тренажере его заняла буквально 10 минут. После этого он вышел на позицию, там уже стоял подготовленный комплекс, в поле была мишень на дальности 2 километра, он выстрелил и попал. То есть подготовка заняла там буквально 10-15 минут. Постоянный участник СВО, противотанковый комплекс Метис, достоин особого представления. Для этого мы выходим на вертолетную площадку. В эфире военная приемка, мы по-прежнему работаем в Туле. Перед нами главный герой нашей сегодняшней программы, противотанковый ракетный комплекс Корнет. Нет, высоту, длину вы видите, это комплекс... Это комплекс Метис. И не смотрите на то, что он маленький, не это главное. Главное то, что он... Этот комплекс является предшественником комплекса Корнет. Все самые лучшие технические решения, которые были применены в комплексе Метис, потом легли в основу создания уже комплекса Корнет. Первый вопрос. Обычно было что-то большое, телефоны большие, они стали маленькими компактными. А здесь у вас обратная логика. Почему? Ну, от маленького перешли к большому. Комплекс Корнет отличается, естественно, в лучшую сторону по сравнению с комплексом Метис, потому что он более современный. Система управления у него совершенно другая. Здесь система управления основана на проводной линии связи. Метис, хоть и относится к предыдущему поколению, но у него есть неоспоримый плюс – вес и компактность. Если говорить упрощенно, то Метис – это пистолет, а Корнет – винтовка. Каждый воин сам решает, что ему нужнее в ближайшем бою. Метис, конечно, легче. Вес его пусковой установки 9,5 килограммов, у Корнета – 26. Метис пробивает стальную плиту толщиной 950 миллиметров, а Корнет уже 1200. И бьет он не на 2 километра, как Метис, а минимум на 8. Кстати, обратите внимание на начало этого красивого полета. Когда выйдя из трубы, ракета расправляет. Вначале рули, а потом и крылья. Одна из фишек всех КБПшных противоданковых комплексов – вот эти складывающиеся рули. Давайте продемонстрируем их действие. Вот с удивлением узнал, что одним из авторов идеи создания такой штуковины, как вы думаете, является кто? Николай Федорович Макаров – тот человек, который работал на предприятии, который разработал пистолет Макарова известный. Ну и, соответственно, коллектив, который был в начале разработки комплекса «Фагот» на тот момент. Если Метис был предшественником «Корнета», то «Фагот» еще древнее. Он появился раньше Метиса. Но гениальная идея Макарова оказалась на удивление живучей, как и его пистолет. Эти крылья до сих пор используются на «Корнете» и проявляют себя прекрасно. Сейчас по команде мы их распускаем. Это как раз мы имитируем тот самый момент, когда ракета выходит из трубы. Три, два, один. И летит. То есть вот здесь такое… Это как называется система? Это система называется «Дутик». Наши ноу-хау. Нигде в мире больше подобные стабилизаторы не применяются. «Дутиками» раньше называли зимние сапоги, наполненные поролоном. Кто бы мог подумать, что таким несерьезным словом назовут такую серьезную вещь. Впрочем, сейчас вас ждет еще один запоминающийся термин. Управляемая ракета построена по аэродинамической схеме «Утка» и состоит из… Утка? Утка, да, совершенно верно. Что это значит? Длинная шея, широкие крылья, органы управления находятся впереди. Состоит из основных частей, типичных для ракет такого типа. То есть это рулевой привод, это боевая часть, это маршевый двигатель, стартовый двигатель и отсек управления, который размещен впереди ракеты. Итак, подведем предварительный итог. Мы разобрали сейчас все основные характеристики «Корнета». Что ж, пора сравнивать его с конкурентами. В интернете принято «Корнет» сравнивать с «Живелином». Вы как комментируете эти сравнения? Ну, это некорректное сравнение, это все равно, что сравнивать пистолет и снайперскую винтовку. Почему? Ну, у «Живелина» дальность 2,5 километра, то есть при ведении огня с «Живелина» стрелок находится в зоне ответного огня цели. Если это танк, то, естественно, он его обстреляет. А «Корнет» имеет дальность современной 8 противотанковой ракеты, термобарические ракеты до 10 километров. То есть до того, как цель войдет в зону, откуда она может вести эффективный огонь, «Корнетом» она уже может быть поражена. Вот что важно – дальность. В среднем все современные танки бьют на 5 километров. Оператор, стреляющий из «Корнета», недосягаем для танка. В отличие от оператора «Живелина». Но и это еще не все. У «Живелина» максимум пробития стали всего 800 миллиметров, меньше, чем у малыша «Метиса». Что ж, может быть, у «Натовца» лучше обстоят дела с помехозащищенностью? В вопросе подавления вы тоже обходите «Живелин». «Живелин» работает за счет того, что у него в ракете установлена головка самонаведения. Пассивная, инфракрасная, она смотрит на тепловое излучение цели. То есть если рядом с целью создать похожий образ тепловой, то «Живелин» может перезахватить на него. «Корнец» свободен от этих недостатков, потому что у него приемник излучения находится в хвосте ракеты. Он все время смотрит на свою позицию. И спереди цели противник, чтобы не ставил, тепловые ловушки, инфракрасные, любые абсолютно совершенно, ракета их просто не видит. Мы не раз показывали головки самонаведения на разных наших ракетах. Это своего рода летящая камера, вещь хорошая. Она неплохо ведет ракету к цели, подобно тому, как теперь это делают беспилотники «Камикадзе». Но на противотанковых комплексах и стулы головок самонаведения нет. Почему, создавая противотанковый ракетный комплекс, вы не пошли путем «Дживелина», не стали делать головку самонаведения? Основной принцип конструирования вооружения в КБП был таков. Так сказать, основная концепция. Все дешевое... Заложено еще Шипуновым. Заложено еще Шипуновым, да. Все дешевое должно вылетать в сторону противника. Вся дорогая аппаратура управления должна находиться на земле, на борту. Поэтому разработчики стремились как можно больше удешевить боеприпас. Еще один плюс наших ракет – цена. У «Корнета» она раза в три ниже, чем у «Дживелина». И главное, даже если сделать этого дорогого американца еще более дорогим, проблему дальности решить не получится. Физику не обманешь. Оптика... То есть чем дальше ты хочешь захватывать головку самонаведения, тем больше у тебя должна быть оптика. У «Дживелина» 127 миллиметров. Диаметр входного зрачка и, соответственно, дальность 2,5 километра. Если вы хотите больше, то, соответственно, пропорционально увеличивается и входной зрачок объектива. Зрачок должен быть в диаметре почти четверть метра. Так мы переходим к теме оптики и мозгов. Это и есть то самое ценное, что в соответствии с заветами Шапунова мы оставляем у себя, отправляя противнику то, что не жалко. Итак, мы на сборке прицелов. Первоначальная сборка начинается... Мы получаем с вами корпуса. Каждый корпус маркируется. Также корпусу изготовляется крышка. Корпус-крышка – это основные части, составные части нашего прицела. Здесь специальное покрытие, чтобы у нас с вами еще не отражалась оптика, чтобы она не засвечивалась, ничего. Затем устанавливаются детали под переключатели, разъемы, кронштейны. Для установки блоков оптико-механического и электронного. Дальше начинается монтаж. Ставятся жгуты, платы, контроллеры. И вот наступает время первой сдачи ОТК и первой мойки. Чего не любит оптика, это вам скажет любой оператор. Грязь, сколы, ну а по факту это жирные руки, оставляющие отпечатки. В связи с этим мы заходим в одно очень интересное помещение. Сами видите, вход строго в специальной одежде. Так называемая чистая комната, где приводят в порядок будущие прицелы комплекса «Кормет». Задача полностью исключить все ворсинки из внутреннего пространства объектива, раз. И убрать все возможные жирные пятна. Вот в этом стакане интересная смесь. Это спирт плюс эфир. Это для мытья оптики. И отдельного внимания заслуживает вата. С одной стороны, это обычная, стандартная, соответствующая всем ГОСТам вата. Но, с другой стороны, такую и только такую разрешено использовать для очистки оптики. Почему? Да потому что при правильном скручивании валика она вообще не оставляет ворсинки. Человек моется водой с мылом. Объективы приводят в порядок смесью нефраса со спиртом. В слове нефрас два корня. Нефть – нефть, раз – растворитель. Значение слова «спирт», полагаю, зрителям разъяснять не надо. Самое главное, надо понять, что после ванной спирта с нефрасом прицел изнутри становится чист, как стеклышко. То есть вот шамфишка во всем этом огромном пространстве. Нет даже маленькой какой-то ворсинки-волосинки. Ничего этого нет. Такая хирургическая частота в конечном счете нужна для того, чтобы при выстреле, например, на пять с километров отклонение измерялось в десятках сантиметров. Теперь, после того, как прицел собран, нужно убедиться, что все, вся оптическая схема на месте проводится юстировка. Вот тут есть такое интересное понятие – юстировочная мира. Не мир, а не мира, не мера, мира. Что это значит? Это юстировочная сетка, которую мы видим, ее в окуляре. И настраиваем по четкости, по резкости. Аналог «Миры» раньше показывали по телевизору для настройки кинескопов. В окуляре «Миру» настраивают по резкости. Только когда мутное пятно превращается в четко читаемый набор полосок, юстировку можно считать завершенной. А это значит, что теперь прицел ждет еще одно испытание в виде встряски, а точнее вибрации. Сейчас вы видите, что вибрацию вы почти не видите, а она есть. Давайте продемонстрируем. Подставляем сюда камеру. Вот она трясется. Вот видите, мы магнит взяли с камеры. А сейчас попробуем. Да, вот характерная особенность вибрации. Смотрите, от вибрации камера начинает раскручиваться. Это вот как раз тот самый эффект, который наглядно виден. Пол видит, что она прыгает, она раскручивается. Теперь мы ее фиксируем на стальную плиту. И давайте объясним в цифрах эта вибрация, как выражается. 6G. 6G – это перегрузки, которые испытывает летчик при петле Нестерова на истребителе. Пережив их, прицелы попадают на испытания климатические. Сначала 6 часов при температуре минус 50, затем проверка по 15 показателям, после этого 3 часа нормальных климатических условиях, затем опять проверка прицела под виртуальной нагрузкой, и дальше испытания при температуре плюс 55. Вот, видите, идет имитация полета ракеты противотанкового ракетного комплекса «Карнет». Вот ракета уходит, 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 уходит. И мы должны уйти ровно в точку, да? Ровно в точку, но он должен проследить за лучом лазера. То есть здесь какой-то есть электронный шаблон полета ракеты, да? Электрон, совершенно верно. И мы проверяем их порядка 15 раз, чтобы… Охладили 15 пусков ракет, подогрели 15 пусков ракет, опять охладили еще 15 пусков. То есть виртуальных стрельб на этапе создания, я так понимаю, порядок цифр под сотню, да, уже? Цеховые испытания, предъявительские испытания – это АТК, и прием издаточный – это уже нашему… Военной приемке. Военной приемке. Совершенно верно. Соблюдая требования военной приемки, сейчас создатели «Корнета» трудятся в три смены, и при этом не просто не теряют в качестве. Они делают все для того, чтобы «Корнет» расширял свои возможности. Ребята работают, причем, бывает, что технические характеристики превышают возможности «Корнета». Кадры этой реальной работы постоянно появляются на сайте Министерства обороны. За большие успехи многие операторы «Корнета» были награждены государственными наградами, некоторые – звездой героя. Сформулируйте. В чем фишка успеха «Корнета»? Ну, наши ракеты, что «Фагот», что «Метис», что «Конкурс», они все оптимизированы. То есть там нету никаких излишних деталей, составных частей, то есть там все направлено на одну цель – как можно большую боевую часть, как можно дальше донести по дистанции. А причина, почему наши комплексы такие популярны – это простота в эксплуатации, надежность. То есть наши комплексы, как автомат «Калашникова», их можно в грязь бросать, в снег, в мороз, из воды достать, и они будут стрелять. Работающий идеально «Корнет» развивается. Противотанковый комплекс. Теперь он работает не только против танков, дотов, дзотов и легкобронированной техники, но и, например, против вертолетов и даже против беспилотников. «Корнету» в этом году исполняется 25 лет, и он в самом расцвете сил. Не случайно именно его из большого списка российского вооружения выделили как оружие идеальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова